И мы переходим к следующему докладчику. Игорь Юрьевич Сундиев, «Феноменология перехода». Пожалуйста, Юрьевич. — Окей. Самоуважаемые коллеги, после выступления, так сказать, Георгия Геннадьевича мне очень сложно, так сказать, как бы сохранить ту же самую планку, но я постараюсь это сделать. — В первую очередь, о чем мы будем говорить? Мы сейчас с вами находимся в очень интересной среде. Дело в том, что зоопуляция, которая была получена, жила и работала в предыдущие многие эпохи, она выполнила свою главную задачу. То есть, она выполнила ту колоссальную мечту человечества, о которой, так сказать, многократно писалось, говорилось. Сейчас есть реальная практическая возможность, так сказать, обеспечить все витальные потребности всех живущих людей. То есть, продукты питания, одежда, жилье и все остальное. Достаточно сказать, что по продуктам питания у нас производится продукт питания в четыре раза больше, чем потребляется. Продуктов, так сказать, высокотехнологичных для продажи, типа всевозможных гаджетов, так сказать, из них реально потребляется только 15%, остальные идут на переработку и так далее. То есть, зоопопуляция выполнила свою задачу. Она выполнила свою задачу и дальше возникает вопрос, куда двигаться дальше. Двигаться дальше, так сказать, вот ту страшную, так сказать, реальность, о которой говорил, так сказать, коллега Малинецкий, это значит двигаться никуда. Это движение по, так сказать, заезженной, так сказать, коллега гампластинки. И неважно, какие там будут гаджеты применяться, какие будут технологии применяться. Это движение по кругу, это не движение вертикальное. Вертикальные движения могут, так сказать, нам дать только развитие психосоциальных структур. В первую очередь тех структур, которые были задавлены. Вот в качестве маленького примера, чтобы было понятно, о чем я говорю. Вы, наверное, обратили внимание, что из всех многих мотивационных структур за последние годы доминантные стало только одна. Это структура, вернее, это одна единственная цель, это богатство. Вот она оценивает все. Успех, она оценивает возможности, она становится стимулом деятельности и так далее и тому подобное. То есть произошло обрушение морально-нравственной структуры высших качеств человека. И вот это колоссальная проблема. Колоссальная проблема, связанная с тем, что, так сказать, вот все то, что предлагается швабам и тому подобным глобалистами, оно не предполагает духовного роста людей. Оно предполагает, так сказать, я еще раз повторяю, движение по этой же самой заезженной пластинке. Что делать? И для начала, что мы, где мы оказались? Обратите внимание, так сказать, что, так сказать, прошу прощения. Так, вот теперь целая проблема, так сказать, с этим самым. Вам, наверное, стрелками нужно как-то переключить. Да вот у меня... А, все, хорошо, сработало. Итак, самое следующее. Исторические пути восприятия реальности на данный момент. Обратите внимание, сто лет назад прямая дорога была ясна. Она была понятна, она была видна, она была, так сказать, желанна. Что происходит сейчас? А сейчас происходит так называемый каузальный диссонанс. Когда, глядя вперед, мы видим огромные комки пены. Каждая пузырилка – это своя, так сказать, возможность, свои, так сказать, какие-то реалии. Их очень много, они постоянно меняются. И в то же время, так сказать, совершенно непонятно. А, собственно говоря, куда, так сказать, идет движение? И что дальше? А дальше, так сказать, начинается очень интересная деградация, не только социальная, но и психофизиологическая. Обратите внимание, знакомый всем график – это увеличение объемов и скорости употребляемой информации в течение года. Так сказать, каждым конкретным человеком. Так вот, за 10 лет, так сказать, увеличение информации отдельным человеком произошло от сотен гигабайт до сотен терабайт. На самом деле, это феноменально большой объем для того, чтобы человек мог переработать это, так скажем, без особых потерь. Что это сопровождает? Вот обратите внимание, как только началась так называемая цифровая революция, сразу, так сказать, многочисленные лангалитюрные исследования ЮНАСС и за рубежом показали очень интересные, так сказать, процессы. А именно, накапливание патопифеноменов в популяции. То есть, дети с рождения начали получать патопифеномены, которые потом не компенсировались. То есть, это шел реальный, и он идет до сих пор реальный дезинтогенез. Если до 90-х годов это в основном были запаздывания и развития, так сказать, ну, чтобы было понятно, о чем идет речь. Так сказать, с конца 80-х, с 90-х годов начала, так сказать, активно не вряд ли система стимулирования родов. Стимулирование родов, с одной стороны, это очень, так сказать, было, как бы, хорошо воспринято будущими мамочками. С другой стороны, так сказать, ребенок не проходил через родовые пути нормально. Поэтому все, как правило, дети, которым применялся препарат ФОН-1, ФОН-2, они, так сказать, рождались с повышенным мышечным тонусом. Убрать мышечный тонус в течение первых шести месяцев жизни могли очень немногие, потому что для этого нужно было, так сказать, не только ежедневно, ежечасно массировать ребенка, но и, так сказать, чтобы он был под наблюдением, так сказать, педиатров. Не все обладали такой возможностью, так сказать, в начале 2000-х годов пошла новая мода, это, так сказать, кесаревые течения. Кесаревые течения тоже очень легкие роды, но здесь патопсихологии, так сказать, было еще больше. Я не буду вдаваться в детали этих процессов, но я хотел бы обратить ваше внимание, что вы можете посмотреть литературу на эту тему, почему-то она, так скажем, нашими, так сказать, ученые, которые анализируют социальный процесс, просто, так сказать, не принимаясь внимания, а в ней залог. Второй очень важный момент – это смена парадигмы, смена парадигмы образования и воспитания. Обратите внимание, так сказать, настоящая парадигма – это, так сказать, комфорт, максимальный комфорт, эйфория, которые должны добиваться во всех и всяческих случаях. Если мы обратимся к той школе, которая была до того, то это дисфория. Обучение – это, так сказать, сложный и достаточно тяжелый процесс. И он не должен, так сказать, быть эйфоричным, он должен быть достаточно серьезным. Что в итоге получается? В итоге получается, что, так сказать, та часть, так сказать, как бы образовательного процесса, которая построена на, так сказать, старых традициях, она сохранилась. Кстати, самое поразительное, что она сохранилась, так сказать, как раз именно в тех странах, о которых, так сказать, Юрий Геннадьевич говорил, как лидерах, так сказать, в образовательной среде. А нам навязывают концепцию эйфории, которая, так сказать, в принципе, вполне понятна молодым родителям. Да, ребенок должен, так сказать, с удовольствием получать знания. Ну, понимаете, здесь происходят парадоксальные вещи. Это старый конфликт между «надо» и «хочу». Дело в том, что «надо» – это обеспечивает неокортис. Это самая сложная, самая тяжелая, я бы сказал, структура нашего головного мозга. Это рациональное мышление, это адаптивность поведения. Но неокортис требует колоссального количества энергии. То есть, грубо говоря, долго думать – это очень тяжело, даже энергетически. Это очень тяжелые затраты. «Хочу» – это лимбика. Это лимбические структуры, это старые мозговые структуры, это половые центры, инстинктивное поведение. Это практически отсутствие затрат энергии и относительная независимость от всего остального. То есть, практически можно смело сказать, нынешняя образовательная концепция, она основана на активации лимбики, а не неокортиса. Как это на практике выглядит? На практике это выглядит, как выключение целого ряда блоков из системы мышления. Обратите внимание, вот очень красивая схема. Как строился процесс принятия решений, как, собственно говоря, при анализе он был виден, процесс принятия решений. Достаточно серьезный процесс. И что стало? Большая часть блоков, которые были необходимы раньше для принятия решений, сейчас стали абсолютно ненужными. Парадокс? Ну, это на первый взгляд парадокс. На второй взгляд, обратите внимание, изменение контента пользователей цифросетевых ресурсов. Даже очень небольшой, так сказать, разрыв во времени, примерно 10 лет, между миллионалами и поколением Z, уже показывает очень серьезные различия в потребляемом контенте. Очень серьезные отличия. И, соответственно, они ведут даже к тому, что иногда, так сказать, они просто не дают возможности понимать друг друга. Я подчеркиваю, это молодые люди с разницей в 10 лет. Обратите внимание, если брать поведенческие, так сказать, признаки молодых поколений, и прежде всего это поколения Y и Z, то это в первую очередь затруднение реального взаимодействия, реального. То есть, так сказать, вот те, так сказать, параметры, о которых я сказал, они привели к тому, что, так сказать, обязательно нужен посредник, технический посредник. Вот этим посредником становится гаджет. Поэтому, так сказать, ничего удивительного, когда сидящие рядом молодые люди общаются друг другом через гаджеты. Им так удобнее, им так проще, им так легче. Реальное общение глаза в глаза требует гораздо больше энергии, требует гораздо больше, так сказать, сил, возможностей. А самое главное, так сказать, она требует других качеств, человеческих качеств, а они утрачены. Эмпатия в чувствовании у другого человека практически утрачена нынешними поколениями. Очень упрощено представление о реальности. Если старшее поколение, как говорится, мыслит мелкими пикселями, то, так сказать, молодые поколения мыслят максимально крупными пикселями. Ну, вот, для примера я привел как раз картинку внизу, так сказать, вот любой ребенок, начиная, так сказать, от двухлетнего возраста, сразу скажет, что изображены кокодилгены и чебурашки. Из людей старше сорока лет, так сказать, на вопрос, что это такое, так сказать, отвечает только тот, кто имеет своих детей младшего возраста. Увеличенный лоббильность и сетевой конформизм. Я еще раз хочу подчеркнуть, для современных молодых людей то, что есть сети, это и есть та реальность. Вот, если они есть в сети, значит, они реальны. Поэтому, вот, вы, наверное, обращали внимание в репортажах, так сказать, 23 февраля с Пушкинской площади, что делали подростки, которые там присутствовали. Они, так сказать, селфились, они снимали. Потому что им принципиально важно было показать свое существование здесь, сейчас и показать в сети именно. Потому что реальность другая их меньше интересует. И, наконец, вот эти все качества приводят к тому, что старая классическая социальная организация для этих поколений, она практически утратила смысл. Они, так сказать, организуются по роевому признаку. Рой. Очень, так сказать, интересный, но в котором в качестве матки, так сказать, действует некая информационная модель. И не важно, какая это модель. На базе, так сказать, допустим, протестов это может быть модель, связанная с протестной деятельностью. Во всех остальных случаях это могут быть другие модели. Но это модель, которая, собственно говоря, их сплачивает вокруг себя. Именно информационная смысловая модель. То есть, по факту, это социальное обрушение. Социальное обрушение, да, достаточно большое историческое, так скажем, перспективу. С чем это еще может быть связано? Обратите внимание, до пандемии в мире насчитывалось около миллиарда человек с психическими расстройствами и еще полмиллиарда человек в пограничном состоянии. Во время пандемии, то есть, практически начиная с начала прошлого года, начал фиксироваться колоссальный всплеск, так называемый синдром посттравматического стрессовного расстройства. На самом деле, этот синдром крайне тяжелая форма психического расстройства, которая характерна для любых возрастов. И, в первую очередь, она, так сказать, выражается в форме, так сказать, страхов, так сказать, депрессивных состояний, внезапной агрессии, так сказать, импульсивных решений и очень многих других, так сказать, моментов. То есть, депривация, которую пережили, так сказать, наши граждане и вообще граждане всего мира в период пандемии, привела к колоссальным, так сказать, психологическим расстройствам, которые не пройдут сами по себе до момента, так сказать, снятия вот этого, так сказать, состояния. Его пока никто не собирается снимать. И обратите внимание, вот эти фазовые переходы, с одной стороны, в гидрогенную социальную систему и, так сказать, патологические расстройства посттрессованные, они приводят, так сказать, к тому, что появляется возможность использовать новые инструменты для деструкции общества. Это так называемые социальные лазеры и подобные, так сказать, технологии. Мы это видим в Киргизии, так сказать, в прошлом году, мы это видели в Белоруссии, мы это сейчас видим на стране. Аналогично, так сказать, казалось бы, должна развиваться, так сказать, ситуация с терроризмом. Нет, с терроризмом ситуация развивается принципиально иначе. И здесь фантастически сыграло роль свое то, что в период пандемии все средства массовой коммуникации были практически заняты исключительно, так сказать, пандемическими проблемами. А современный террор не существует без медийного освещения. Поэтому терактов стало меньше, и они наносили в основном насыщающий так называемый характер. То есть они подстегивали, так сказать, чтобы народ не расслаблялся. Вот в этом отношении пример в Вене, когда теракты были совершены именно в тот момент, когда, так сказать, должен быть введен локдаун, народ сразу, так сказать, пришел в мобилизационное состояние, очень характерен. Ну и теракты во Франции, это уже, так сказать, отработка технологии волка-одиночки, которые тоже показали, что, в принципе, вот такой массовый террор сейчас не актуален, так сказать, и не столь важен. Но что важно? А важно другое. Обратите внимание на дату. 6 января этого года, это вообще не только в американскую историю войдет, так сказать, и не только потому, что имитация штурма Капитолия так уж, так сказать, важна была для американской демократии. Нет. 6 января будет очень интересным феноменом, когда, так сказать, действующий глава государства, я подчеркиваю, действующий глава государства, того же самого американского, был лишен, так сказать, волею руководителей социальных сетей доступа к социальным сетям. То есть, грубо говоря, в прямом эфире было совершено преступление, которое можно пролифицировать как государственную измену и, так сказать, преступление, которое, так сказать, фактически сломало план Трампа по, так скажем, дезавоированию результатов выборов. Но кто и зачем ее сломал? Вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание, что фактически мы имеем очень интересный момент. 6 января произошел перехват владельцами цифровых ресурсов главных управленческих функций государства. Блокирование действующего президента, извините меня, это функция, вообще-то, государства. И это не, так сказать, те мальчики, которые выдвигают на первый план вроде, так сказать, Брина и ему остальных. А владельцами, так сказать, сетевых ресурсов являются, в первую очередь, два очень крупных фонда. Блокирование, блока Вайнгард. Чтобы представлять себе, что это за фонды, хотел бы обратить ваше внимание. Тот же Вайнгард, так сказать, он на данный момент, так сказать, на 19-й год, его капитализация составляла 2,9 триллиона долларов. Триллиона, подчеркиваю. Маск, который, так сказать, очень сильно гордится своей компанией, так сказать, это надутый пузырь на 600 миллиардов долларов. А здесь 2,9 триллиона. Так вот, почему я обращаю ваше внимание на эту кривую? Дело в том, что, так сказать, вот здесь произошло то, что, так сказать, классическая литература называется «Тень» попыталась занять место своего хозяина. Цифры, сетевые ресурсы, как и все сетевые ресурсы, я подчеркиваю, это в лучшем случае, в лучшем случае. И вот здесь у меня это зеленым, так сказать, обозначено, их уровень влияния на государство. Это своеобразный, так сказать, подшипник, который обеспечивает нормальную работу вертикальной государственной власти. Без государства, так сказать, ни одни сетевые ресурсы существовать не могут. Это, так сказать, должно быть четко понято, потому что сетевые ресурсы – это обеспечивающая структура. А здесь сетевые ресурсы попытались, так сказать, показать, что они являются главными. То есть они попытались, как бы, сломать, так сказать, структуру. И я обращаю ваше внимание, буквально, так сказать, два дня подряд идут очень интересные сообщения о том, что и Фейсбук, и, так сказать, Амазон получили повестки, так сказать, их руководители получили повестки, так сказать, суды и соответствующих инстанций для, так сказать, разбора, так сказать, их нарушений. И я думаю, что мы в самое ближайшее время увидим раздробление этих структур. То есть вот от тех 12 крупнейших IT-гигантов, которые сейчас существуют, я думаю, что к концу этого года останется, в таком же виде не останется никто, а будут они раздроблены на, так сказать, несколько сотен более мелких компаний, которые не смогут угрожать главе государства. Что нам в этой ситуации делать? Ну, вот, так сказать, Георгий Геннадьевич сказал свою версию. Я хотел бы обратить ваше мнение. Мне кажется, что нам необходимо, прежде всего, понять эту новую реальность. А для этого нам нужно сформировать новую картину, научную картину этой новой реальности. Ее нет, к сожалению. Второе. Это нужно четко, так сказать, организовать, использование колоссальных возможностей, так сказать, информационных, социальных потоков для государства, для развития. Я подчеркиваю, вертикального, прежде всего, развития. И, наконец, нам нужно восстановление каузальной адекватности. То есть мы должны четко понимать, где причины, где следствия. И, наконец, стратегическим фундаментом для того, чтобы преодолеть все эти сложности, это является три единства воспитания наука и образования. Спасибо. Спасибо большое за такой интересный доклад. Пожалуйста, есть ли у кого-то вопросы? Ну, пока участники формируют... Алло, можно? Слышно меня? Слышно, слышно. Хочу узнать, что такое социальный лазер. Социальный лазер? Ой, так сказать, ну это замечательный инструмент, который предполагает использование социальных систем для, так сказать, концентрации действий на строго определенный объект. Причем это, так сказать, занималась и занимается группа наших бывших соотечественных, которые сейчас находятся, так сказать, в Гарварде и в Кембридже. Публикации есть, я могу прислать. Так сказать, очень интересный, так сказать, инструмент, где отдельный человек, так сказать, сначала моделируется как, так сказать, отдельный атом, потом, так сказать, создается соответствующая гетерогенная среда и дальше, так сказать, начинается срабатывание. Причем социальный лазер, по мнению его создателей, может как бы срабатывать спонтанно под действием определенных социальных условий. Ну, это редчайший может быть случай. А, как правило, так сказать, здесь лазер может придать любую окраску. Он может быть и против коррупции, и за коррупцию. Он может быть за семью, может быть за ЛГБТ. Может быть за черных, за белых, за красных, за зеленых. Ради Бога. Очень просто. Спасибо. Спасибо. Вот я вижу поднятую руку. Пожалуйста, говорите. Я работаю с тяжелой патологией речи. Меня, конечно, очень волнует рост числа детей с расстройством аутистического спектра. Вот по данным последнего конгресса мирового, он проходил в 19-м году, в 20-м году, в то время сречением все было отменено, каждый 30-й житель планеты страдает расстройством аутистического спектра. Через 5 лет это будет каждый второй порожденный ребенок в носителе рас. Наша статистика отсутствует. Примерно работающие с рас считают, что это один ребенок на тысячу жителей. Как можно без статистики что-то планировать? В плане медицинской помощи, экономической и так далее, образовательной. Как вы видите изменения в этой ситуации? Что нужно сделать, чтобы переломить ситуацию, чтобы реально помогать детям с тяжелой патологией речи? Спасибо за вопрос. В первую очередь я хотел бы сказать, что статистика – это, с одной стороны, мощный инструмент, это отрасль науки, с другой стороны, это отрасль политики всегда, без исключения. Поэтому, так сказать, медицинская статистика – это самая закрытая, самая неприятная для любого государства, так сказать, часть, которая открывается в тот момент, когда, так сказать, необходимо. То, что касается, так сказать, психических заболеваний. Ну, давайте вот посмотрим на один элементарный феномен, вернее, на элементарную вещь. Количество патофеноменов, так сказать, у новорожденных детей. Такая статистика, так сказать, где-то есть, как бы формально. Я вам сразу могу сказать, что ее нет. Почему? Потому что, так сказать, в конце 80-х, когда выяснилось, что при стимулировании родов, при, так сказать, кесаревом засечении, патофеномены возникают почти, так сказать, обязательно, так сказать, эту статистику закрыли. Это раз. То, что касается, так сказать, аутистов. Вот здесь тоже парадоксальная вещь. Понимаете, с аутизмом, так сказать, у нас работали, причем работали, так сказать, специалисты очень хороших, так сказать, уровней. И выяснилась одна очень интересная вещь. Да, аутиста, так сказать, можно вернуть, как бы, к тому, что у нас называется нормальной жизнью. Да, но будет ли, так сказать, как говорится, ребенок при этом счастлив? Он будет внешне, так сказать, адекватно вести себя, но при всем при этом весь смысл, так сказать, мышления, он направлен вовнутрь себя. Кстати, среди аутистов великолепные, так сказать, математики, аналитики. И во многих странах, так сказать, детей-аутистов просто разыскивают для того, чтобы, так сказать, сформировать из них специалистов именно этого уровня. Будет ли каждый второй аутистом? Я очень сомневаюсь. Почему? Потому что вот сейчас мы находимся на, еще раз повторяю, стадии перехода от одной информации к другой. Это раз. Во-вторых, очень многие наши проблемы нынешние, они связаны с тем, что у нас получилось, как бы, очень резкое расхождение между колоссальным взлетом, допустим, информационных технологий, которые, в принципе, соответствуют следующей информацией и очень низким уровнем, так скажем, морально-нравственного развития, которое соответствует зоопопуляции. То есть, грубо говоря, интернет из всемирной библиотеки и сокровищницы знаний превратился в то, что он превратился. Понимаете? То есть вот этот разрыв, он патологичен, и он, так сказать, будет преодолен. Я думаю, что в самое ближайшее время. Кстати, то, что я сказал о, так скажем, доминировании социальных сетей, IT-гиганта, точнее, это тоже к этому относится. Я думаю, что, так сказать, в ближайший год мы увидим и почувствуем на себе очень много интересных событий. Спасибо. Спасибо. Вот еще у меня вот такой вопрос. Вы сказали, что очень важно сформировать реальную картину мира, но, в общем-то, это важно всегда. А сейчас картина мира, в общем, довольно-таки динамично меняется в связи с COVID-19, со всеми переходами на дистанционные формы формы общения и образования. Вот как вы полагаете, как должна сформироваться, как скоро должна сформироваться вот этот вот новый образ, что ли, реальности? Кто должен его сформировать? Сформируется он самопроизвольно? Или кто-то нам его покажет? Как это все должно? И когда, вот главное, когда можно считать, что он сформировался, и мы вот знаем, что нам делать дальше? Спасибо. Ну, понимаете, реальный образ картины мира, он проверяется очень просто. Он проверяется практикой. Причем практика, так сказать, повседневно. Вот в том, что, так сказать, нам, грубо говоря, не надо наращивать производство до безумия, потому что, так сказать, нынешних промышленных мощностей хватит, чтобы обеспечить два, так скажем, состава населения Земли, это несомненно. То, что наращивая, так сказать, ВВП, мы просто-напросто, так сказать, уничтожаем ресурсы нашей Земли в том, что экологические, в том числе экологические, это тоже вне всякого сомнения. Так сказать, здесь вопрос, видите, идет о другом, так сказать, реальное восприятие касается, прежде всего, реальной картины мира у каждого человека. Что человек хочет для себя? Что он хочет? Что он видит впереди? Вот обратите внимание, сто лет назад было гораздо проще. И картина была яснее, и, так сказать, понимание было четче. Сейчас огромные возможности, с одной стороны. С другой стороны, мы постоянно упираемся в том, что наши, так сказать, как бы, наши взгляды, допустим, на ту же экономику, политику, они завязаны абсолютно на очень частные, на очень, так сказать, эгоистичные интересы. Вот я еще раз повторяю, казалось бы, любому нормальному, так сказать, человеку, а тем более экономисту, понятно, что, так сказать, не надо наращивать там производство. Понятно. А почему это происходит? А потому что у нас существует две экономики. Вернее, у нас существует экономика обеспечения жизнедеятельности. Она работает блестяще. Она всех уже всем обеспечена. И у нас есть экономикс, который занимается финансовыми спекуляциями и, так сказать, прочими безобразиями. Вот поэтому мы очень сильно озабочены тем, какой курс, так сказать, доллара, какой курс продажи нефти, хотя, многие не знают, что когда им в новостях говорят о курсе продажи нефти, речь идет о слотах, которые будут, о нефти, которая будет добыта в 2035 году. Как вы считаете, вот сейчас реально на нашу жизнь влияет стоимость нефти, добытой в 2035 году? Нет. А экономисты, которые, так сказать, верещат о том, что это крайне важно, они что, этого не знают? Знают. Реально мир от чего зависит? Она зависит не только от возможностей науки, она зависит еще от политического желания видеть то, что есть, таким, как оно есть. в 2035 году, это нефти, но и в 2035 году, это нефти. Продолжение следует...